Меня зовут Эрик и я стубальный репетитор. Сегодня мы с вами будем вместе разбираться с девятнадцатой задачей. Самое тяжелое задание из ЕГЭ, олимпиадная задача. И много различных таких клише есть на этом номере, которые вызывают некоторые страхи у школьников. Именно по этим причинам девятнадцатая задача иногда вообще даже не подступается. Сегодня мы попробуем часть мифов развеять, а все-таки некоторые подтвердить. Потому что не зря за эту задачу дают 4 балла. И больше чем 4 балла не дают ни за какую задачу из ЕГЭ. Я действительно считаю, что девятнадцатая задача одна из самых тяжелых ЕГЭ. И одна из самых таких задач, которая требует больше всего времени для того, чтобы ее и решить, и плюс потом оформить свое решение в чистовик. Я бы закладывал на самом ЕГЭ лично для себя около 40 минут времени на эту задачу. Для доведения решения до логического конца полной записи в бланк ЕГЭ. Так вот, но девятнадцатая задача, она состоит из трех пунктов. И вот здесь вот самая основная такая есть хитрость и самый основной лайфхак. Мы любим это слово. Оно цепляет школьников, и вы смотрите по этому видосы, да, от слова лайфхак. Но уж по-другому не получается. Ладно, смотрите. В девятнадцатой задачи есть три пункта А, Б и В. Так вот, пункты А и Б это чаще всего такая формулировка заданий, что такое задание способен решить даже шестиклассник, который очень хорош в математике, но на уровне шестого класса, понимаете? То есть я даже проводил такой эксперимент. У меня был мальчишка с лучшей школы в нашем городе. Я из города Оренбург. Первая гимназия. Он очень там силен был в математике среди сверстников, и я готовил его к олимпиадам. Так вот, он девятнадцатый А и Б решал, но в большинстве своих случаев. Понятно, что в пятом и шестом классе наверняка большинство бы из вас решили бы эти задачи, потому что вы были умнее, чем сейчас в одиннадцатом, потому что школа, что она делает? Она помогает вам деградировать. Но не в этом суть. А и Б пункты чаще всего можно решить вообще почти не зная ничего в математике. И за пункт А можно получить один балл, за пункт Б можно получить тоже один балл. И вот пункт В, вот как раз таки он является самым сложным среди всего вот этого девятнадцатого безобразия. И за него дают два балла, и он больше всего принимает на себя удар в виде там сложности и времени, которое будет потрачено на девятнадцатую задачу. Поэтому действительно задача девятнадцатая сложная, но пункты А и Б может решить почти каждый. И мы приступаем. Я решил снять серию заданий, где мы будем разбирать девятнадцатые задачи из реального ЕГЭ 2019 года, чтобы ты понимал, что это реальный уровень заданий. Вот такое было вот прям конкретно у нас, у россиян в 2019 году. И вот первая задача перед вами. У нас есть два мальчика, Вася и Петя. И Вася решает каждый следующий день на одну задачу больше, чем предыдущий. Это, кстати, что? Сразу вспоминаем, арифметическая прогрессия. И ее как бы проходит в девятом классе, но на самом деле еще в пятом-шестом вам про это уже рассказывали. А вот Петя что делает? Он каждый следующий день на две задачи решает больше, чем предыдущий. И вот у нас три пункта для этой задачи. Пункт А. Ну и есть условия, что мальчики оба там в течение какого-то времени дорешали весь сборник. Причем количество задач, которые Вася решил в первый день, может быть не обязательно такое же, как у Пети в первый день. Решать они могли разное количество дней. Так вот, пункт номер А. Могло ли быть в сборнике 85 задач? И мы сейчас немного будем про это думать. Конкретно в этой задаче можно воспользоваться двумя подходами. Первый подход это подход тупой обезьяны, это попытаться просто подобрать. И это тоже работает и работает на ЕГЭ в девятнадцатом А больше, чем в Б. Но вот где-то в А, где-то в Б действительно реально попробовать подобрать. А вариант второй, это уже такой более человеческий, более осознанный, это решить задачи. Что значит решить? Ну, смотрите, у нас первый день х, во второй день х плюс 1. В третий день, это количество задач, которые он решил. В третий день х плюс 2. Ну, мне кажется, все очень просто. Давайте скажем, что Вася решал n дней. И вот сколько он решит в n-й день? Смотрите, если он в третий день решил х плюс 2. Смотрите, здесь троечка, а здесь на 1 меньше. Здесь двоечка, а здесь на 1 меньше. Значит, он решит в последний день х плюс n минус 1, потому что тоже должно быть на 1 меньше. Пока что мы ничего сложного здесь не делаем. Здесь, если у нас у плюс 2, то здесь у плюс 2 раза на 2, то есть у плюс 4. Я могу написать, но каждый раз же прибавляется по 2, поэтому так и напишу 2 по 2. Это в третий день, в четвертый день будет у плюс 3 умноженное на 2. Ну, и, допустим, тогда у нас Петер дорешал все задачи в m-й день. Это сколько будет? Это будет y плюс количество раз мы должны вычесть из него 1 и умножить на 2. Вот он столько прорешает в последний день. Еще раз, в третий день двоечка умножается на 2. Во второй день единичка умножается на 2. В первый день прибавляется нолик, умножается на 2. Понимаете, вот это вот множество всегда на 1 меньше. И действительно, в пятом классе вы очень хорошо все про это знали. Тогда вспомним сумму членов арифметической прогрессии. Вы изучали это хорошо прям подробно в школе в девятом классе. Но и олимпиадная задачка в пятом классе, я до сих пор ее помню, на конкурсе капитанов в мат-боях у нас было такое задание посчитать сумму чисел от 1 до 100. Ну и понятно, что те, кто уже эту задачку знали, что делали? 1, 2, 3. Я тут немного сделаю ответвление, лирическое отступление, но про эту задачу поговорю. Первый с последним складываешь и замечаешь, что сумма будет 101. Второй 2,99 тоже дает нам сумму 101. 3,98 дает нам сумму 101. Случайности, конечно же, нет. 101. Ага. А сколько таких пар будет? В 100 числах у нас будет 50 пар. 101 на 50. А теперь, если это записать вот прям как формула, чтобы в общем виде... Что такое 101? Это же первый член, а первая, плюс последний член, а n. А что такое 50? 50 это количество чисел, которое у нас было, обозначимых за n, деленное пополам. Вот. Знакома такая запись? Ну, наверное, вам она больше знакома в таком виде. А первая плюс а n, деленное пополам, умноженное на n. Двоечка перекочевала сюда. Вот. Вот такая вот это точно было в пятом классе. Но у меня, у меня точно такое было. И он у меня учился, мальчишка, про который вначале говорил, и в пятом, и в шестом классе. Он, конечно, это знал очень хорошо. Тогда всего, всего, сколько всего Вася решил задач. В первый день решил x задач. Давайте вот здесь скажем, сколько он решил всего. В первый день x задач. В последний день x плюс n минус 1 плюс x плюс n минус 1. Делим это на 2 и умножаем на n. Это количество дней. Здесь у нас что получается? В первый день Петя у. В последний день плюс y плюс m минус 1 на 2. Делим это на 2 и умножаем на m, потому что он уже решал m дней. И получаем, что он решил, Петр, вот такое количество задач. Что будем делать дальше? Мне кажется, нетрудно догадаться, что всего количества задач дано. Могло ли быть 85? Давайте теперь это подставим. Здесь получим 2x плюс n минус 1. 2x плюс n минус 1. Делим на 2, умножаем на n. И вот это вот равно 85. Здесь получим 2x плюс n минус 1. Умноженное это все на n. И равно 85 на 2. Это 170. 170. Вот, что получаем от первого. Давайте посмотрим, что мы получим от второго. Здесь у нас 2y на 2 сократится, получится y. m минус 1, умноженное на 2, тоже на 2 мы делим. Почленное деление делаем. Поэтому двойка и здесь уйдет. Плюс m минус 1. Вот это вот все умножаем на m. И вот это равно должно быть 85. На самом деле, теперь мы воспользуемся очень простыми тоже размышлениями. Я надеюсь, они для вас не новые. Смотрите, 85 вообще в математике, вообще в 19-й задаче, да и вообще в алгебре, в арифметике. Хороший навык это представлять числа в виде произведения простых множеств. Что такое 85? Вы это тоже делали в детстве. На что делится 85? Ну, на пятерочку делится. Что получается? 50 плюс 35. Получается 17. 17 само по себе уже простое число. То есть 85 это по сути произведение 5 на 17. 5 на 17. Что это значит? А это значит, что либо оно состоит из двух множителей. Каждое из множителей, причем это целое число. Либо у нас вот это вот 85, вот это 1. Либо наоборот, это 85, а вот это вот 1. Либо у нас это 17, а это 5. Либо наоборот, это 5, а это 17. И все, больше вариантов нет, понимаете? Мы прям полностью все здесь переберем. Но, наверное, мне больше нравится вариант, когда m равно 5. А это y равно 17. Давайте посмотрим, может ли такое быть. Но если m равно 5, так? Напишу вот здесь вот. Если m равно 5, то чему тогда должно равняться y? Вот эта вот вещь должна равняться всему 17. Получается, что y плюс вместо m это 5. y плюс 5 минус 1 равно 17. 5 минус 1, 4. Получается, что y равно 17 минус 4. Правильно? 13, m 5, а y 13. И мы получили, что, ну, типа, скорее всего, могло. Мы сейчас должны еще поработать с Васей немного. У нас вот, вот с этим вот еще должны поработать. Но Петя, в принципе, мог это сделать. Каким образом? Он мог решать на протяжении 5 дней. В первый день он мог решить 13 задач. Во второй день 15. В третий, соответственно, 17. В четвертый 19, потом 21. И вместе тогда у нас получится, что он порешает 85 задач. Давайте, кстати, в этом убедимся. Давайте посмотрим, так ли это. В первый день он должен был решить, сколько еще раз? 13 задач, да? Получается вот это 13. Во второй день плюс 2, 15. 17 и потом еще 19 и 21. Давайте все сложим. Вот здесь у меня 21 плохо написалось. 19 плюс 21 вместе дают нам 40. 13 плюс 17 дают нам вместе 30. Получается уже 70. И плюс 15 получается 85. Вот я это решил сейчас типа по-человечески. Но неужели вы бы не смогли подобрать это самостоятельно? Ну, сказали бы, пусть мы решаем за 5 дней. И тогда у нас первый день будет одна задача. Так, одна, плюс 3, плюс 5. О, что-то это получается типа маловато. Сделаем, чтобы первый день побольше задач. И рано или поздно вы бы подобрали для Пети. Но нужно еще и для Васи подобрать. Потому что если Петя, ну, у него есть возможность прорешать все эти задачи, не отходя от своего плана, это еще не значит, что такая возможность есть у Васи. Давайте про Васи сделаем. Ну, 170 это то же самое, только еще двоечка добавляется, да? Ну, вот здесь вот 170, это вот еще двоечка добавляется. То есть это 2 на 5 на 17. Я попробую на самом деле сделать, что вот это вот 17. Пусть это у меня будет 17, а n пусть равна будет 10. Попробуем подобрать. Если n равно 10, может не получится. Тогда попробую по-другому. Вообще проблем не вижу. Пусть n будет равно 10. Тогда 2x плюс 10 минус 1, это должно быть 17. Ну, вот здесь напишу. 2x плюс 10 минус 1, это 9, плюс 9 равно 17. Отсюда 2x равно 17 минус 9, это вроде как 8. Отсюда x равно 4. Если есть какие-то у меня арифметические ошибки, они у меня часто бывают, то вы просто в комментариях пишите, и все окей, если заметите, то будет отлично. Тогда у меня получается, что при n равно 10, у меня x равно 4. x равно 4. В первый день нужно решить 4 задачи и решать это все на протяжении 10 дней, и тогда у меня типа как должно получиться 85. Можете это тоже все сами подставить, и наверняка вы бы смогли это тоже сделать самостоятельно. Я имею в виду просто подобрав, потому что и это тоже будет нормальный ответ. Как вообще давать ответ на пункт А? Могло ли быть 85 задач? Наш ответ. Да, могло. И я бы здесь конкретизировал. Васе нужно в первый день решить 4 задачи и решать на протяжении 10 дней. Тогда он прорешает за 10 дней 85 задач. Пете нужно было в первый день решить Y. Не вижу, где Y. Ну, короче, Y задач. Где-то он у нас есть. Вот. 13 задач и решать их на протяжении 5 дней. Вот такой бы ответ я дал бы на пункт А. Давайте теперь посмотрим на пункт Б. Б. Могло ли быть таких задач 213, если каждый решал? Ну, то есть, если N больше 3 и M больше 3. Вот такой вопрос. Мне кажется, у нас будут примерно те же самые размышления. Бывает часто, что пункт А – да, ответ, а в пункте Б ответ нет. Не всегда, не всегда. Но частенько бывает. Так вот, а что делать, если ответ должен быть нет? Что, если у вас не получается? Запомните. Если не получается, то доказывать нужно в общем виде. Недостаточно будет провести пример и сказать, ну, я вот сделал пример, а у меня ни хера не получилось. Нет, ну, если у тебя не получилось, это частный случай. Возможно, ты просто туповат и не смог подобрать нужный пример. Но конкретно здесь у тебя не получается. Окей, это еще ничего не доказывает. Так вот. Нужно попробовать доказать, тогда будет в общем виде. Но мы сразу решали в общем виде, поэтому продолжим этим заниматься. Вот у нас есть количество задач, которые полностью решил Вася за все дни. Оно равно 2, 1, 3. 213. Получается 2х плюс n минус 1 деленное на 2 умножить на n равно 213. Так, вот здесь все делится. Здесь получается просто у плюс n минус 1. Вот так вот это уже не надо. Нет, надо вот так умножается на m. Тоже равно 213. Ну, давайте, наверное, начнем с этого. 213 попробуем разложить на простые множители. Как мы делали в прошлой задаче. На 1 не интересует, на 2 не делится, на 3 делится, потому что сумма цифр делится на 3. Получается 70, 71. 71 вообще похоже на простое число. Так ли это? Является ли 71 числом простым? Ну, вроде как да. Оно не делится на 1, на 2, на 3, на 1, извините, не нужно проверять. На 4 нет, на 5 нет, на 6 нет, на 7 нет, на 8 нет, на 10 тоже нет, на 11 нет, на 13 нет, на 13 нет, на 13 нет. Все, на 17. Ну, короче, оно простое, да? Не на что. Оно так нормально не делится, кроме единицы, 71, что нас уже не интересует. То есть вот здесь 71 пишем, здесь 1. Смотрите, как оно раскладывается. 3, 17, либо это 3, ой, 3, 71, 3, а это 71, либо наоборот, это первый вариант, но не может быть 3. Не может быть 3, m не может быть равна 3. Почему? Потому что нам больше 3. Значит, вариантов у нас не так много. Либо m равно 71, это первый вариант. А второй еще есть вариант, когда это 213, и вот это 1. Да, 213 можно представить. Ведь 213 умножить на 1, так нельзя. Но можно сказать, что m213, тогда вот эта штука равна 1. То есть у нас или m равно 71, или m равно 1. Если m равно 71, то первый множитель должен равняться 3. Давайте проверим. y плюс... Что тут? y плюс 71 минус 1 равно 3. Ну, смотри, 71 минус 1, это 73 минус 70, y получается меньше, чем 0, а это нас уже не интересует. Такого не может быть. y это что? Количество задач, которое Вася решил первый день. Значит, m71 вообще не канает. Так, я здесь написал 1, а такого быть не может. Наоборот, да, 213 здесь нужно написать. 213 проверять. То есть, когда это 213, значит, вот это единица. Ну, аналогично будет. Смотрите, y плюс 213 минус 1, 212. Переносим, ну, сейчас убедитесь, ладно. y плюс вместо m 213, 213 минус 1, и должно вот эта штука, тогда первое множество должно равняться единичке, равно 1. Вот. Ну, опять получаем, что y меньше, чем 0, значит, у нас 71 не подходит, 213 не подходит, а других вариантов у нас нет. Ну, другие варианты, когда, ну, вот можно написать еще, что либо m равно 1, либо m равно 3. Но если m равно 1, такого нельзя, потому что m больше, чем 3, m равно 3, тоже по этой же причине не может быть таким. Все, мы разобрали абсолютно все варианты для m, мы, значит, доказали все это в общем виде, и у нас никогда не будет такого, что у Пети так все совпадет, что 213 задач он прорешает. Мы не просто сказали, так, ну, я взял 7 дней, первый день он столько решил, и там не получается. Что-то нет, мы взяли прям в общем виде, все доказали, и вот оно обоснованное решение пункта В в этой задаче. Ну, а пункт В, он требует больше усилий, которые мы прямо сейчас будем прикладывать. Известно, что и Василий в первый день, да, а нет, решал всего 16, 16 дней он решил, ну и отлично. Тогда мы можем здесь что-то уже все подставить, это будет x плюс x, здесь 16 минус 1 будет 15, плюс 15, это все умножается на 16. Вот сколько задач он решил. 16 на 2 сокращается, получается 8, и сейчас я тогда напишу, чему итоговое количество задач будет равно вообще. Вот получается 2x плюс 15 умноженное на 8, вот что он сделает. Давайте вот здесь тоже подупростим, это y плюс m минус 1 умноженное на m, да, двоечки сократим. Так, ну давайте тогда посмотрим, что у нас есть с вами ограничение, я его здесь не записал, но количество задач всего решенных меньше, чем 300. Значит, что вот эта вещь меньше, чем 300, давайте этим будем пользоваться как-то, 2x плюс 15 на 8 меньше, чем 300. Давайте, кстати, сразу тогда определим, а мы можем что-то тут порешать, да, мы знаем, что у нас, значит, x как-то ограничен, хорошо, 2x плюс 15 меньше, чем 300 на 8, ой, я ненавижу считать 100 на 8. Это 11,25, что это 33,75, что ли? Какая-то такая хрень, 33,75. И, значит, 2x меньше, чем 15, еще надо вычесть, получается 18, ой, я не люблю. Так, ну смотрите, у нас есть ограничение, что количество задач, которые они вообще решали, меньше, чем 300. Ну и давайте, наверное, этим будем пользоваться, поговорим сначала вот про это, 2x плюс 15 на 8, давайте умножим, 2 умножить на 8, это 16x плюс 15 на 8, это 80 и 40, как бы не налажать вычисления. Так, это меньше, чем 300, мы сейчас получаем ограничение на x, это уже хорошо, 16x меньше, чем 300 минус 120, это 180, x меньше, чем 180 деленное на 16, x это количество задач в первый день решенное, хорошо, Васей, оно причем должно быть обязательно целым, насколько я понимаю. Ну да, нельзя же не целое число задач решить. Так, меня не видно, но я, типа, здесь существую. Давайте посмотрим, что, ну можно на что-то там сократить, мне не хочется. x меньше на 4 сокращу, здесь 4, 184, 160, это 45, 45 четвертых, а 45 это как 44, 11,1 четвертая, 11,25. Получается, x меньше, чем 11,25, значит максимальный x, если он нам нужен будет, это 11, x не больше 11, вот это все можно стереть. Так, теперь давайте поработаем вот с этой вещью, она тоже у нас меньше 300, это y плюс m минус 1 на m меньше, чем 300. Смотрите, y, это количество задач, которые Петер решил в первый день, и оно у нас что? Оно у нас, самое маленькое число, это единица, меньше чем единица оно не может быть. Так вот, скажем тогда, что вот эта вещь, она вот эта, больше либо равна, а вместо y поставим единицу. 1 плюс m минус 1, умноженное на m, а это что? Единица уходит, получается m квадрат, то есть вот эта вот вещь, m квадрат. Мы получаем, что вот это больше либо равно, чем m квадрат, а это, в свою очередь, меньше, чем 300, значит, m квадрат меньше либо равно, чем 300. Да, это не супер строгая оценка, m квадрат меньше либо равно, чем 300, но это все же ограничивает наш перебор, понимаете? Это не значит, что m квадрат равно 300, мы сделали самую маленькую y, и значит, что вот эта вещь явно меньше либо равна, чем этой, а это по условию меньше, чем 300. Значит, m квадрат меньше, чем 300, значит, m меньше либо равно, чем 17, ну, потому что ближайшее целое, это 289. Получается, смотрите, у нас x вот здесь вот был меньше, чем 1125, значит, x меньше либо равно, чем 11, а m меньше либо равно, чем 17. У нас уже с вами много что есть, идем дальше. Так, и осталась у нас одна вещь, которую нам нужно теперь сделать, просто перебирать, то есть у нас вопрос, пейте максимальное количество дней, сколько мог делать, то есть у нас вопрос, m максимальное это какое? Если оно меньше либо равно, чем 17, то понятно, мне кажется, что мы будем начинать от 17 и перебирать теперь, будем идти вниз. Давайте возьмем, что m равно 17, тогда получим, что вот здесь вот сколько у нас, y плюс 16, умноженное на 17, y плюс 16, умноженное это все на 17, количество всего задач тогда, которое было решено. Но, но, Вася решил столько же задач, мы этим еще ни разу не пользовались, вот теперь время пользоваться этим. Вася решил вот столько задач, это столько же, сколько их решил Петя, потому что это просто сборник, книжечка, не меняется количество задач. И, а это равно 2x плюс 15 умноженное на 8. И здесь уже нам приходят различные размышления, а какие, какого типа, какого формата. Вот это, кстати, мы делаем, когда пусть, мы сказали, пусть y равно 17. Смотрите, произведение, y плюс 16 на 17, левая часть делится на 17, значит, правая часть тоже. Обязательно делится на 17. 8 делится на 17? Нет, не делится. Значит, на 17 делится что? 2x плюс 15. А какими должны быть x, чтобы мы могли делиться на 17? Но есть всего несколько вариантов. Вариант тогда номер один. Это значит, что либо x равно 2, а, извините, единица, да, либо x равно 1, тогда здесь что получится? Здесь получится 2 плюс 15, 17. Отлично. 17 на 17 у нас сократится, а y плюс 16 будет равно 8. Ну, а тогда y будет равно минус 8, а это нам не подходит. Такой вариант неправильный. А какое тогда может быть еще? Значит, смотрите, мы сказали, что пусть вот это будет равно 17. Какое следующее число, которое делится на 17? 34. 34 минус 15. Это у нас, не знаю сколько, 19. Значит, 2x должно равняться 19. Может ли 2x равняться 19? Нет, не может. Ну, потому что 19 деленное на 2, это 9,5, а x не может быть не целым числом. Значит, у нас либо x равно 1. Так, идем дальше. После 34. Что там идет после 34, которое делится на 17? Это 51. 51 минус 15, это вроде как 36. Значит, 2x равно, чему должно быть? В 36. Значит, x равно 18. А у x ограничение меньше или равно, чем 11. Значит, единственный вариант, это x равно 1. Но при x равно 1, y получается равно минус 8. Значит, мы перебрали вот это полностью. То есть не y равно минус 17, а m, да? Вот здесь я не то написал. Пусть m равно 17. Вот. И такой вариант, мы в нем перебрали абсолютно все, и нам не подходит. Что из этого писать в чистовик? Чем больше вы пишете, тем лучше. Если вы вообще напишете все размышления, которые я только что привел, ну, будет точно не к чему придраться. Но иногда вы пишете это все в последний момент. 19-ая задача вдруг вас осенела. И вы пишете все, конечно же, в чистовик. И вот таким вот почерком. Тогда я бы написал, что x может быть равняться только... Ну, я бы написал, что 2x плюс 15, 2x плюс 15, 3 точки обозначают, что делится нацело на 17. Значит, учитывая, я написал бы здесь, написал бы, что x меньше либо равно, чем 11, x принадлежит z. И написал бы, что, следовательно, x равно 1. И все, больше никаких x не может быть. Если x равно 1, y равно минус 8. Такого быть не может. Переходим к следующему варианту. Вот я бы так бы написал, ну, чуть-чуть бы слов добавил, совсем немного. И мы бы сильно сократили бы написанное и сэкономили бы, значит, время. Пусть m равно 16. Смотрите, мы хотим поймать самое большое m. Оно меньше либо равно, чем 17. 17 не получилось. Давайте 16 попробуем поймать. И делать будем абсолютно то же самое. Тогда подставляем вот сюда. Будет y плюс 15 на 16. Будет y плюс 15. Умноженное на 16. И равно это чему? Тут что-то надо... А, ну, вот этому, да? 2x плюс 15 на 8. 2x плюс 15 на 8. Ну, здесь немного, то ли, не знаю, поехать, то ли потяжелее. Потому что сокращается 16 и 8. Здесь у нас просто остается тогда двоечка. А здесь у нас нет ни черта. Тогда что у нас? Левая часть делится на 2. Значит, 2x плюс 15 тоже делится на 2. Значит, x, ну, понятно. 1, оно не может быть. Почему не может быть? Потому что 2... 0. Смотрите. 0 не может быть. 1 не может быть. 2 не может быть. И вы, наверное, поняли, что вообще x не может быть. Смотрите, еще раз. Левая часть делится на что? Делится на 2. Левая часть четная. Правая часть – это сумма двух чисел. Причем каких? 2x – это всегда четная. 15 всегда не четная. А четная плюс не четная – это всегда не четная. Правая часть равно не четная. Правая часть всегда не четная. А левая часть всегда четная. Может быть, равенство? Не может быть. Мне кажется, крайне интересная задача попалась. И особенно для тех, кто чуть-чуть что-то вроде понимает, Но всегда боятся 19 задачи Смотрите, пока что ни одного Сложного вывода не было Но это так все красиво И так все у нас складывается В общем, кайф Пусть m равно 15 Мы просто идем дальше y плюс 15 минус 1 y плюс 14 y плюс 14 Умножаем это все на что? На 15 Равно А здесь мы пишем 2x плюс 15 на 8 2x плюс 15 на 8 Смотрите, левая часть делится на 15 Правая часть должна делиться на 15 2x плюс 15 Что бы делилось на 15? Ну, может быть, x равно 0 А может ли человек в первый день решить 0 задач Нужно посмотреть в условии Нет, в условии написано, что в первый день решили Как минимум по одной задаче Значит, x не может равняться 0 Дальше идем 2x плюс 15 Когда следующее? Вот 15, следующее после 15 это 30 Часло, которое делится на 15 2x плюс 15 может быть 30 Но при условии, что 2x равно 15 Но x у нас целое Значит, оно таким быть не может Значит, 2x плюс 15 Следующее это 45 Отсюда 45 минус 15 это 30 2x это 30 Значит, x равно чему? Значит, x должно равняться 15 А у нас x меньше либо равно чем 11 Вот, значит, такого тоже у нас быть не может И разбираем дальше Пусть m равно 14 Подставляем, получаем здесь x у плюс 13 на 14 Равно 2x плюс 15 Да, долго, да, муторно Но и дают вам за эту задачу больше, чем за остальные Сократим на 2 7 4 2x плюс 15 Чтобы делилось на 7 Что там делится после 15 на 7? Но 21, да? Значит, вот эта вещь Может ли она быть 2 равна 21? Значит, 2x равно 6 Значит, x равно 3 О, что-то, что-то есть Значит, x равное 3 Если x равно 3 То тогда еще раз Что мы получим? 6 плюс 15 21 21 21 делить на 7 3 3 на 4 12 y плюс 13 Равно 12 y равно минус 1 Не подходит Давайте посмотрим, что еще, кроме 21 28 есть 28 минус 15 13 А 2x должно быть четным Нет Просто 28, 35 35 минус 15 20 2x равно 20 Значит, x равно 10 Пока умещаемся Значит, x равно 10 Давайте попробуем Окей Тогда 20 плюс 15 35 делим на 7 5 5 на 4 20 y плюс 13 Равно 20 y равно 7 И вот оно Получилось Получилось Тогда какой будет ответ? Ответ будет m равно 14 То есть максимальное количество Некоторые Петя мог решать эти задачи Это 14 При условии, что Ну, вот, смотрите, какое условие y Это что? Петя в первый день Решил y 7 задач Вася в первый день Решил 3 задачи Можно, кстати, было бы написать тогда Или сколько? Извините 10, да? Если у нас y 7 То значит Вася в первый день Решил 10 задач Можно сказать, сколько он всего решил Это 20 Плюс 15 35 И 35 Умножить на 8 Это 240 И 40 280 280 Ну, сколько всего Вася решил Столько всего и Петя решил Это Общее количество Задач Которое было в сборнике 280 Ну, про это, в принципе, нас не спрашивали Но Можно сказать Просто, чтобы эксперт видел Что 280 Меньше, чем 300 Которые были в условиях Да, меньше Значит Вот теперь задача решена На полные 4 балла Когда можно было получить В пункте V 1 балл Когда вы каким-нибудь образом Показали бы Что количество дней 14 Но где-то что-то Не дорешали Где-то не так Все объяснили Где-то сделали Неполный перебор Что-то Ну, короче Где-то чего-то не хватает Можно получить Было бы за Не просто ответ Ответ 14 А Чтобы был ответ 14 Были объяснения Но если они недостаточны То за пункт V Можно получить 1 балл Вот Ну, наверное Вот На этом мы и закончим Подписывайся Если еще не подписался Мы Еще многое Успеем Пока